Вы смотрели недавние дебаты? Если смотрели, у вас есть основания думать, что люди Байдена начали сожалеть о выборе Камеллы Харрис в качестве своего кандидата. Может, на бумаге, как соратник старика, Харрис выглядит неплохо, но вот на сцене непривлекательно, мягко говоря. Наверное, вы бы не хотели смотреть на это еще 4 года, разве что в школе вам нравились нравоучения учителей-дилетантов, прикрывавших свою неуверенность агрессией. Даже 90 минут оказались испытанием. Но, по крайней мере, мы узнали одну новую важную вещь. Мы узнали, как демократы планируют использовать политику идентичности. Мы уже знаем, что политика идентичности эффективной, может самый эффективный способ поднять рейтинг демократов перед выборами. Такова их цель. Но теперь мы узнали, что у этой политики более широкое применение. Демократы используют ее как оправдание, чтобы разрушить нашу вековую систему управления и заменить ее на власть одной партии, где правят они. Подтверждение можно увидеть ближе к концу дебатов, когда Пенс задал Харрис вопрос, который не задала ведущая, хотя должна была. Намерены ли она и Джо Байден назначить своих верховных судей? Намерена ли администрация Байдена превратить третью ветвь власти в свой законодательный орган с пожизненным пребыванием в должности? Это очень простой вопрос. Это насущный вопрос. Зависимые суды — отличительный признак банановых республик и диктаторских режимов. Никто этого не хочет. Джо Байден и Камала Харрис долгое время скрывали свои планы в случае победы. Так вот, Пенс снова надавил. Вот что было дальше. Если вы и Джо Байден вдруг победите, назначите ли вы своих людей в Верховный суд? Наша позиция вполне ясна. Американцы голосуют прямо сейчас. И именно они должны решать, кто будет работать в этом самом важном учреждении пожизненно. Спасибо, сенатер Харрис. Если люди голосуют прямо сейчас, они хотели бы знать, собираетесь ли вы и Джо Байден назначить в Верховный суд своих людей, если не добьетесь желаемого? Давайте поговорим о назначении своих людей. Давайте. Пожалуйста. Да, я как раз собираюсь. И знаете ли вы, что среди 50 человек, назначенных президентом Трампом на пожизненные должности в Апелляционный суд, нет ни одного черного? Вот что они делают. Вы хотите поговорить о назначении своих людей? Давайте. Секундочку, скажете вы. Какое отношение имеет назначение своих Верховных судей к количеству черных судей в окружных Апелляционных судах? Как связаны эти два понятия? Камала Харрис старалась уйти от ответа? К сожалению, не старалась. Она отвечала на вопрос, и вполне правдиво, хоть в это и трудно поверить. Если она и Джо Байден победят, они действительно назначат своих Верховных судей. И они оправдают это идеей многообразия. Они скажут вам, в администрации Трампа расисты, потому что там не подбирают судей по цвету кожи. Они скажут вам, что 9 очень расистское число для Верховного суда. Это число, которое когда-то предложил уже умерший белый парень. Видите? Расист. Они скажут вам, суду нужно многообразие, что, конечно, обеспечит подавляющее большинство демократов. Вот что они вам скажут. Но сейчас они молчат. Джо Байден еще раз выразил эту позицию. Вы узнаете мое мнение по Верховному суду после выборов. Это важный вопрос, и я понимаю ваше любопытство. Но как только я отвечу на этот вопрос, заголовки всех ваших газет будут только об этом. Вы это слышали? Какой еще кандидат в президенты использовал подобное выражение? Что только они не говорили, но только не... Я не могу ответить, потому что если я отвечу, все будут обсуждать мой ответ. Что вообще это значит? Честно говоря, не имеем понятия. Но мы знаем, что Верховным судом дело не ограничится. Этим летом на похоронной церемонии Обама сказал нам, что торможение принятия закона пережиток времен законов Джима Кроу. Это расизм. Любая деятельность Сената, ограничивающая власть демократов, является расисткой по определению. Это новый стандарт. Политика идентичности – самое мощное оружие в их арсенале. Не принимайте ее за чистую монету. У них своя цель. И, конечно, такая политика – еще и удобное прикрытие. Мы не раз видели это во время дебатов. В какой-то момент Пенс напомнил, что демократы атаковали Эми Кони Барретт за то, что она католичка. Это перешло все границы. Как ответила Харрис? В своем ответе она назвала себя «человеком веры». Прежде всего, мы с Джо Байденом люди веры. И было бы оскорблением предположить, что мы атакуем людей из-за их веры. Да ладно? Теперь человек веры? Это как? Чему именно поклоняется Камала Харрис, помимо власти? Честно, мы хотели бы знать. Она самый светский кандидат на пост в истории нашей страны. И, кстати, это не атака на нее. В мире много достойных светских людей. Но это правда. Не то, чтобы «правда имеет значение» в этом случае, но в ходе дебатов Камала Харрис назвала себя «человеком веры». Вот что важно. Левые прогрессисты понимают расу, пол и да, религию, как средство для достижения цели. Их идентичности не имеют отдельного значения. Это инструменты для победы в споре и получения власти. Камала Харрис использовала одну идентичность за другой. «Я говорю!» Рявкала она всякий раз, когда Майк Пэнс пытался ей ответить. Иными словами, я женщина, поэтому ты перебиваешь меня. Вице-президент ответил мне, когда я спросила, почему вы никому не сказали. Он ответил, потому что президент хотел сохранить спокойствие людей. Хорошо, давайте... Нет, Сьюзан, это важно, я хотела бы добавить. Господин вице-президент, я говорю, Джо Байден четко дал понять, что не поднимет налог для людей с доходом ниже 400 тысяч долларов в год. Он сказал, что Крамп не должен снижать налоги. Господин вице-президент, я говорю... Но ведь... Я говорю, я так рада этому маленькому уроку истории. Давайте немного продлим его в 1864 году. Я хотел бы ответить на вопрос. Господин вице-президент, я говорю... Понятно? Демократы решили, что это мило. В каком мире они живут? Уже сейчас в интернете можно встретить футболки и кружки с надписью «Я говорю». Очевидно, это было спланировано. Многие помощники Камалы Харрис в СМИ тоже были впечатлены. Они точно знали, что на самом деле значили ее слова. Я женщина! И затем они сделали единогласное заключение. Майк Пэнс, который 35 лет в браке, перебивал Камалу Харрис, потому что... Он сексист, ненавидящий женщин. Она не была чрезмерно напористой во время дебатов. Это был... Это был снисходительный тон. Я понимаю. Майк Пэнс давал наставление. Он постоянно ее перебивал. Он требовал. Он также перебивал и другую женщину, ведущую, которая в какой-то момент вообще потеряла над ним контроль. У нас есть журналист и женщина-кандидат. И он перебивал обеих, атаковал обеих. Это недобрый знак. Но я думаю, многие заметили его снисходительный тон. Он продолжал перебивать ведущую, женщину, и своего оппонента, женщину. Некоторые могли заметить нотки неуважения. Позвольте начать с Пэнса. Его покровительственный тон сбесил всех женщин. Майк Пэнс в основном был вежлив, но перебивал и, играя в крутого парня, требовал больше времени, чем женщина. Итак, с точки зрения науки, категория женщины не существует, так же, как и категория мужчины, потому что пол понятие переменчивое. Вы можете его выбирать. Но при этом, в то же время, женщины настолько отличаются от мужчин, что вы должны относиться к ним совершенно по-другому, а иначе вы плохой человек. Улавливаете? А иначе это снисходительный тон. Вот какие термины они используют. Какой взрослый человек будет так говорить? Начните немного уважать себя. И, кстати, подумайте, почему никто не обвинил Дональда Трампа или Джо Байдена в снисходительном тоне, когда они перебивали друг друга во время дебатов? Неважно. Когда мужчина перебивает женщину, это сексизм, и никак иначе. Чтобы относиться к женщинам как к равным, мы должны относиться к ним совсем не так, как к мужчинам, чтобы не оскорбить их чувства. Это безумие, и если бы не серьезные последствия для страны, это было бы забавно. Но они не следуют даже своим собственным правилам, потому что правила непоследовательны. Люди, осуждающие Пэнса как сексиста, в подробностях рассказывали об очаровательной женственной улыбке Харрис. Камала Харрис отвечала с улыбкой на постоянные попытки Майка Пэнса говорить сверх положенного времени и перебивать. А вы заметили улыбку на ее лице? Это тяжело, когда тебя постоянно перебивают. Каждый раз, когда Камала Харрис смотрела на него, она улыбалась. Улыбалась. И она улыбалась гораздо больше, чем Пэнс. Камала, напротив, была сильной. Она владела ситуацией с выражением веселья на лице. Вы чувствуете ее веселое расположение духа. Очевидно, это ее приверженцы. Очевидно, эти люди проецируют свою собственную безрадостную пустую личную жизнь на всех остальных граждан. Хотя не важно, что они делают. Это просто слишком глупо для великой страны. В какой-то момент Майк Пэнс, отдадим ему должное, попытался быть выше этого и поговорить о действительно важных вещах. Мы все привыкли думать друг о друге в рамках категории, а не как о людях, личностях, сотворенных Богом. Кстати, именно так думают люди веры. Сенатор Харрис. Как бы они сейчас не называли свой образ мыслей, интерсекционализм, политика идентичности, критическая расовая теория, системный расизм, неважно. Это ужасно. Это тупик. Это разрушит страну. Так вот, Майк Пэнс попытался сказать об этом. Нет, сказал он. Полиция не связана с системным расизмом, чтобы это не значило. У нас в целом хорошая страна. Такой диалог стоило бы вести. Это было бы поучительно. В этом есть какой-то смысл. Но СМИ проигнорировали это. Они обратили почти все свое внимание на муху, которая села на голову Майка Пэнса. Когда они говорили о системном расизме, я думаю, это очень интересное совпадение. Муха села на голову Майка Пэнса в то самое время, когда он сказал, что системного расизма нет. Муха как бы повернулась и сказала, что? Это очень интересно. Это очень интересно. Здесь мы снова видим, как обычно, несчастную богатую женщину, которая жалуется на притеснение. Мне удивительно, что американцы так глубоко несчастны. Посмотрите на их лидеров. Элита нашего общества не прекращает ныть о своей жизни. Это невыносимо. На самом деле, если быть честными, и это было единственным светлым пятном в дебатах, оставив в стороне раздражающее поведение, все прошло вполне прилично, принимая во внимание, что впереди еще две недели самого интенсивного политического года в нашей жизни. Несколько раз кандидаты перебивали друг друга, но в основном оба, Пэнс и Харрис, уложились в положенное время. По сути, у них было примерно равное количество времени. Это стоит отметить, может порадоваться. И все же для СМИ основной темой стала «Майк Пэнс сексист» и, кстати, ему на лоб села муха. Мы определенно заслуживаем большего. Выборы президента почти через две недели, мы до сих пор не имеем понятия, кто победит. Но независимо от того, кто победит в ноябре, наша страна определенно нуждается в лучших лидерах. Эти люди смешны. Редактор субтитров А.Семкин